Здорово, бойцы! Очередной выпуск брифинга диванных войск Мы по-прежнему на диване, на этом красно-оранжевом красавце Сидим удобно и ждем, когда нас выпустят из самоизоляции Сегодня в выпуске хотелось бы поговорить о такой теме, как конспирология В интернете очень много роликов, экспертов, которые высказывают свое, наверное, экспертное научное мнение По тому или иному поводу насчет пирамид, теории заговора пришельцев и так далее и тому подобное Общая концепция этих всех конспирологов в том, что официальные источники нам врут А непосредственно они только знают саму истину Рассмотрим на примере средства типа массовой информации конспирологической Которые изучают, освещают информацию по поводу пирамид То, что пирамиды построены пришельцами или сверхразвитой цивилизацией На этом камне вы видите следы специальной лазерной пилы И эти глыбы невозможно было поднять обычным людям Соответственно использовалась какая-то сверхфантастическая техника Те же конспирологи утверждают о том, что Москва была закопана В 19-18 веке случился огромный мировой апокалипсис Были взрывы атомные и наводнения И Москву и другие города засыпали именно поэтому Нижние этажи зданий находятся ниже уровня земли Те же самые конспирологи утверждают о том, что существует теория заговора Есть какие-то масоны, простите за это не самое лицеприятное слово Которые управляют всем миром Кстати, ну насчет масонов и мирового управления В эту теорию можно поверить, потому что она достаточно очевидна Как в каждой из стран есть определенные политические или бизнес-элиты Которые так или иначе оказывают свое влияние на политику На внешнюю, на внутреннюю государство Так и в мировом масштабе всей планеты Есть определенные люди, которые обладают большим влиянием Насколько там есть заговор и прописывается сценарий Развитие жизни всей планеты, всего человечества Сложно сказать Но то, что определенные богатые Мир с его имеет возможность влиять На нашу жизнь Но это факт Но что касается конспирологов Они там накручивают, наверчивают По поводу рептилоидов и всего остального Ой Почему мы так это все любим? Я вот тоже это смотрю, мне это нравится Потому что в этом есть такая вот фишечка, изюминка Это интересно Когда нам объясняют происходящее событие Вот в такой форме Это гораздо интереснее воспринимать человека Если объяснить там мировой финансовый кризис Объясняет, допустим, эксперт-финансист Объясняет его сухим языком Даже пусть без какой-то сложной терминологии Ну да, ну окей, понятно А когда нам какой-нибудь конспиролог Ситуацию мировой финансовой Объясняет вот с своей точки зрения Там что-то придумывает, накручивает Это же интересно, это сюжет Это хочется смотреть, воспринимать Верим мы это, не верим Это другое Там кто-то в это верит, кто-то в это не верит Я смотрю потому, что мне это нравится Там следить за ходом мыслей Тех же самых конспирологов, выдумщиков Потому что, ну, господа Мы стали слишком скучно жить У нас на нашей планете Что-то уже очень много изучено Есть информация в интернете обо всем Причем информация официальная И там, с точки зрения физики Очень много объяснено химии, истории И всего остального Эту всю информацию можно найти Ну, она не такая вот загадочная Она очевидная Мы объяснили то, что Земля круглая Но вот она круглая Откуда взялись у нас последователи Теории плоской Земли Потому что круглая Земля Ну, блин, ну это неинтересно Так космонавты видят то, что она круглая Там фотографии есть со спутников Мы все можем убедиться, что она круглая Если нет, конечно, какой-то теории заговора Ну, теория плоской Земли Ну, блин Ну, сравните Круглая Земля или плоская Земля Что интереснее Круглая Земля Ну, там, гравитация Почему, собственно Вода не стекает там С этого шарика Почему Земля не съезжает Почему мы там стоим А вот Теория плоской Земли Плоская Земля Люди по ней ходят Естественно, они никуда не падают И вода тоже вот не стекает Потому что плоской Ей некуда стекать Там Что там снизу Сложно сказать За счет чего Но это интереснее Мы У нас Как говорили в одном Сперед У нас пропал дух авантюризма Мы сейчас настолько погрязли Вот Нашей материальной Вот этой жизни Что нам не хватает чего-то духовного Поэтому Если приезжают В Египет И смотрят на Какие-то там Камни На сфинксы На пирамиду Видят эти огромные глыбы Гораздо Проще поверить В том, что Это построила Какая-то сверхцивилизация Потому что Это красивая теория Это интересно То, что там Какой-то корабль Это все прилетел Выпилил Там Какими-то специальными Средствами Там Какие-то роботы Это все вот Сложили Идеально выстроили Интереснее поверить Это увлекательнее В этом разбираться Чем Поверить В официальную теорию То, что Да, вот придумывали Такие конструкции Там Тысяча рабов Все это Приднимали Выпиливали Долгие десятилетия Это все стягивали Ну, потому что Ну, блин Какой-то Какой-то Нет истории Нет сюжета Не надо, конечно Верить во всю Коспирологию И воспринимать ее На полном серьезе Ну, это такой вот Элемент Такого Приключения Ты во все это Погружаешься Тебе это интересно Ну, надо все равно Держать В памяти То, что Это Просто чья-то Задумка Чья-то фантазия Там Когда вот эти камни То, что там Вывели Таким вот Крутым Резаком Лазерным Которого сейчас Нет У нас Современное человечество Не обладает Такими научными знаниями Чтобы это сделать А тогда обладали Значит, была сверхцивилизация Там Великаны Какие-то Гигантские Там А куда это Сейчас была цивилизация А мы вам тоже Объясним То, что была Там Огромная мировая война И вот Посмотрите Там всякие эпосы Индийские Китайские Европейские Там Греческие Римские Египетские Все вроде Как бы Можно вот это Вот все В одну картину Сложить И будет вот такая Вот красивая теория Было бы, конечно, здорово Если бы Все было на самом деле И про пришельцев И про пирамиды И все остальное Но пока следует Судебить только Действительно Проверенным Научным фактом Эта Вся конспирологическая Теория Она Опровергается Очень легко Но Не читать ее Невозможно Потому что Блин Интересную штуку Придумывают чертяки Ну пусть Придумывают Дальше Будем продолжать Тоже их читать А на сегодня Пожалуй Все Если вам понравился Ролик Пожалуйста Ставьте пальцы Вверх Пишите комментарии Кстати говоря Напишите Пожалуйста В комментарии Какие вы Знаете Всякие Конспирологические Теории И какие именно Больше всего Вам нравятся По душе Там Верите Вы в них Не верите Но вот Сама теория Которая На ваш взгляд Самая красивая И обязательно Я тогда И вам Отвечу Может быть Это в следующем Ролике Запишу Разберу И более подробно Эту теорию Так что Спасибо вам Не болейте Лайкать Комментарии Подписки В следующем Выпуске Встретимся с вами Обязательно Снова И поговорим На что-нибудь Совершенно Другое Но Думаю Что интересно Счастливо Солдатушки Брав Ребятушки Где же Ваши Деды Наши Деды Славные Победы Вот Где Наши Деды Деды